В Екатеринбурге живет семья, которая отмечает двойные праздники. Дети у супругов Гурьевых появляются на свет исключительно в красные дни календаря. И этот год не стал исключением. Удается ли экономить на подарках, узнавали наши корреспонденты. Своего маленького львенка семья Гурьевых встречает под музыку из фильма «Король лев» с кокосами в руках. И это уже второй семейный праздник за пару дней. Все дело в том, что лев появился на свет в Международный женский день. Для родителей это стало сюрпризом. Дату вообще другую ставили, рода. 16 марта ставили, 12 ставили, а вот 8 жил сам. И такие подарочки в этом году 8 марта получили еще три мамы в Международный женский день. В перинатальном центре родились две девочки и два мальчика. В праздничные дни у нас такая же работа, как в обычные дни. И, соответственно, рождаемость тоже примерно одинаковое количество. Единственное, что 8 марта у нас решили мамочке отдохнуть. И у нас прошло всего четверо родов. Семья Гурьевых двойной праздник отмечают не впервые. Дома после выписки Елену, Дмитрия и маленького льва встречают две дочки. Они тоже родились в особенные дни. В перинатном центре. Самой старшей Еве 7 лет. Ее Елена родила 12 октября, в день кадрового работника. А пятилетняя Яна для появления на свет выбрала дату посерьезнее. Подарки на день рождения принимает 23 февраля. Елена признается, дни рождения детей заранее никогда не планирует. И такой случайности только радуются, а значит, на двойной праздник и двойные подарки. Я еду с утра, скупаю полцветочные магазины, все они везут цветы. Да, у нас одни всегда девочки. А тут вот еще парень. У нас уже помощник будет. В ближайшее время о пополнении семьи Гурьева не думают. Но шутят, впереди еще много свободных праздничных дат. Светлана Папина, Кристина Прилудская, Никита Соловьев. События ОТВ. Продолжение следует...